Книга «Открытым оком», тема «Молитва», вопрос 53, том 1. «Если у нас не практикуется публичное покаяние перед народом во свидетельство и для других, то как узнать человека, возрождённый ли он?» отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. За все отступления от первоапостольской истины сегодня приходится платить по всем векселям. Самые лучшие священники и архиереи находятся как в коме, в параличе, и в этом направлении ни одной живой мысли. Первоапостольская церковь сегодня не вспоминается, какой она была в своём служении, и её опыт не вызывает ностальгии вернуться к нему. Тогда грех исповедовался перед всеми. Деяние 19-18. Многие же из уверовавших приходили исповедуя, открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми. И сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драх. Такою силой возрастало и возмогало слово Господне. И расставались с грехом публично, сжигая наркотики и табак, разбивая бутылки, сжигая марксистско-ленинскую чушь. Надо об этом тосковать и не ждать, когда живут мёртвые пастыри, но у себя вводить открытое исповедание немедленно там, где есть общины. Невозрождённые, в кавычках, прохожане, начнут бунтовать, а потом отсеются. Не надо бояться ни расколов, ни отделений. Деяние 19-9. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие «Путь Господень перед народом», то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого его тирана. Сирахов, 16-3. Лучше один праведник, нежели тысяча грешников.